Гречка, вот у нас здесь все дела. Время у нас 9.23. Сюда ехать 75 километров в одну сторону. У нас сейчас начнется жесткий серпантин. Мы его на велосипедах уже проезжали. Подниматься-то невесело. Жигалевские запновения. Кстати, вот пионерлагерь заброшенный вот здесь. Вот у нас КПП, а на КПП никого нет. Да. Короче, ребята, у нас сейчас будет километров 30 грунтов, которые 22 из них это подъем. Разъезженная дорога. Сейчас мы едем в сторону Каменной Чаши. Это такой источник. Ну и, конечно же, у него есть история, как у любого другого источника. Но мы к нему не поедем, мы поедем вглубь. Ребят, трясучка лютая. Руки, кстати, отбиваются на ура. В городе, конечно, кого нет. Здесь же померче-то. Дороги прикольные, укатанные. Хоть и колья такая дикая, но нормально. А сейчас мы едем по Ширяевскому оврагу. Он у нас протяженностью более 30 километров. Двольно длинный овражек. Подъем нам нужно ехать 22 километра. И дорога тут такая. Тем временем, листовая уже падает. Ух, блин. Смотрите, ребята. Тут пороги каменные. То есть, настоящая кросс-кантри уже. Вот, видите. Прям вай-яй-яй. Очень крутые места. Глубок парки устраивать. Ну-ка, где вы еще такие дороги найдете? Я вот нигде их не видел. О, офигенная дорога. Прям настоящая. С камнями. Знаете, ребята, если бы у меня был автобус или газель, я бы сюда, блин, экскурсий целый собирал. Ну, не экскурсии, а сборные покатушки. Потому что места здесь просто вообще прям волшебные. Далеко от дома, правда, но они действительно крутые. Потому что где вы еще вот такие дороги найдете? Тут следы мотоциклистов видел. Джиперов. Вот сейчас я еду по велоследу. Вообще крутяк. День добрый. Здрасте. Ребятки, мы встретили живых велосипедистов, блин. Ты представляешь? Мужики уже взрослые здесь катаются. Прямо-таки приятно видеть. Реально круто. Ух ты. Жалко, у меня мавика нет. Потому что если был дрон, я бы его сейчас вверх запустил, мы, наверное, бы офигели от видов. Потому что они реально крутые. И таких больше нет. Можно сказать, что они уникальные. Ну, по сути, так и есть. Ух ты. Не знаю, я хочу все снимать и сразу. Серия, наверное, длинная будет. Ух ты, медвежий грот. Вот там, наверху, медвежий грот. Да. Слушайте, ребят, высоко. Нормально, да? Слушай, тут темно. Ребят, вот такая вот штука. Грот. Полость в скале. То есть она естественная. И очень интересная. На самом деле тут высоко, да? Ага. Фу. Раду на шоке, извините. Только посмотрите на эту высоту. Я в полную встаю. Вот сейчас. И, кстати, блин. Здесь камни могут осыпаться. Надо быть аккуратным. Кстати, здесь похоже летучие мыши какие-то есть. Спускаться, конечно, интересно, да? Виды просто замечательные. И перепады высот тоже. Фу. Вообще, мне интересно, ребят, здесь дороги такие. Они вроде из земли, а вроде и камня много. Я такого вот еще нигде не видел. Очень круто. Жалко, у меня только один аккумулятор. Потому что у меня осталось полтора часа съемки, что очень мало. При том, что общее время на покатухе у нас будет часов девять. То есть я смогу показать вам только два часа из девяти. У меня, кстати, опять седло мне мозг делает. Пятнашки еще не проехали, она уже вылетела. Вот как раз те подъемы, о которых я и говорил. Фух. Проехали двенадцать. В подъем нам еще где-то километров десять. Двенадцать. И дальше будет дорога вниз. Сейчас она, конечно, тоже вниз. Очень крутая дорожка. Кстати, да, ребят. Очень хорошо, что мы уже как бы осенью ездим. Температура такая щадящая. И контраст все-таки картинки. Желтое с зеленым. Он все-таки круче выглядит, чем тупо зеленое. Такого в городе я точно не видел. Немного полезной инфы. В этот обрак шаряевский мы заехали, соответственно, с Ширяева. А выехать мы должны в Тарновом, по-моему. Так он называется. Поселок этот. Ну, он еще в километрах в двадцати, наверное. Такие дела. Все тот же обрак. Все те же грунтовки земляные. И на самом деле земляные грунтовки намного легче пробежать, чем песчаные. Вот в наших районных лесах песка много. По ним вообще прям нереально ехать. И, кстати, у меня седло поломалось. Теперь он будет пробежать, так что сорян. Тоже такой красивый лук. Прям мне нравится. Кончился у нас скучный обрак. И начался нескучный подъем. Я надеюсь, это наш подъем. Он, кстати, такой довольно сильный, да? Тут такой уютный тенек. Сейчас закинемся, думаю, курагой. Попьем, отдохнем и поедем дальше. Ребята, я заметил, что проехали 22 километра примерно. И эти 22 километра пролетели как, ну, минут 10-30 максимум. Мне кажется, это потому, что места новые. Там были камни. Тут перепады высот такие интересные с колеями. Тут вот подъем. Ну, короче, места новые и намного интереснее, чем по старым заезженным кататься. Правда, доехать до них сложновато. И у меня седло сломалось. Смотрите. Вот орехи, курага, яблоко. Все дела. Блин, ну, сейчас я себя чувствую человеком. Буду пытаться подняться. О, блин, нереально. Реально, нереально. Типа сюда надо, я не знаю, как заезжать. С разгоном, наверное. Чтобы равновесие не потерять. Жесть. Места удивительные, да? Блин, реально подъем огромный. И сюда люди на соревнованиях заезжают. Вообще, этот маршрут называется Сердце Жигулей. Тут устраивают соревнования, которые как раз недавно было. Тут люди катались, все дела. Но маршрут офигенный. Опять седло коны это вонючее. Подгибаю, по вашему совету. Она не подогнется. Типа, вон, видите, все равно. Короче, ребятки, поднялись мы. И теперь, грубо говоря, едем в обратную сторону. Ну, конечно же, не прямо в обратную, но вниз. Вроде дорвались на спуск, ребятки. Добавляелась на спуск. Это спуск Спуск продолжается Спуск нереально веселый Офигенный, да? Аккуратно Мне что-то в рот залетело У меня что-то в рот залетело У меня тут ничего нет? Да нет, Возьми Я, короче, на седле сижу Чтобы оно не брынчало Потому что меня самого это раздражает Вот это было на грани, ребята На грани На грани развала Мы решили поменять седло Это витебишное, отличное от GT седло Смотрится, конечно, очень странно Как кресло А это, б***ь, мой огрызок Вонючий, б***ь, бестолковый Я уже забил Рома уже забил Ну, короче, ставка на то, что рома у нас Весит меньше И оно не будет сильно так расшатываться, как дома Сегодня у нас на обед с вами Что же это? Сардина с овощным гарниром В томатном соусе За сколько? А, за сколько? Пятьдесят с чем-то Пятьдесят шесть Хлеба нет, ребят, ничего нет Опа Грибедили Интересно Дэди, тут овощи Овощи одни И Что-то атлантическое Так, давайте же Поведаем От этой баночки Немного информации О, смотри Тут кусочки прям такие интересные Ммм За ваше здоровье Крутяк Ай-яй-яй, это же мясо кусок Оказалось, кстати, нормальный такой вкусный консервы Я думал, что за 56 рублей Консерва кажется какашкой Но Она оказалась довольно-таки нормальной консервой И Кстати, прошу заметить, что здесь есть мусорка Куда я сейчас это все выкину Вот Так что Не будьте свинями Выкидывайте за собой мусор Так, ребятишки, едем по Плоскочу В той стороне уже у нас Самара И Волга Сейчас мы должны спуститься К первому населенному пункту И там уже должно быть видно, что Цивилизация рядом Отрабатывай руками, отрабатывай Руки отбивает, кстати, вообще Жестко Ребят, знаете, я сейчас нахожусь будто В каком-то Посткоммунистическом Фильме Знаете, пустошь такая И серп и молот У меня сейчас идея, когда сфоткаться Вот на фоне этой Стелли На велосипеде Так что Опять же говорю Подписывайтесь на инстаграм Ссылка будет в описании Надеюсь, не упадет Слушай, Рома Нам, по идее, надо будет, знаешь, куда? На асфальт выехать Да Вот где асфальт, нам туда Спускаемся в Тарновое, а потом в Рождественое А дальше посмотрим Рома не разложился Нагрелись? Блин! Блин, какая-то жесть. В общем, в пути мы 2 часа, проехали мы 38 километров. Короче, грубо говоря, половину мы проехали. В Рождество настоим, сейчас, я думаю, надо будет в магазин сходить, да? Воды хотя бы купить. Потому что без воды будет сложновато. Все, ребята, Рождество мы проехали. Теперь у нас скучный асфальт. Наверное, километров 15 еще. 10-15. Дальше у нас 2 населенных пункта и дикая дорога вдоль берега. Так, 47 километров в пути. Солнце уже поджаривает. Время почти 3. Время почти 3 и мы едем. Пересушенная курага. Пока, ребята, у нас скучнейшие такие вот дороги, длинные. Ну, короче, асфальт, ребят, греть больше нечего. Ребятушки, кажется, мы нашли место отдыха, да? Смотрите, какое интересное озеро. Оно длинное. Вот такое. Вообще, довольно чистая вода здесь, да? Остается чуть асфальта и потом козьи тропы, как говорят. У нас там местные катаются и там, типа, прикольно должно быть. Сейчас будет фокус. Есть яблоко, его нужно на 2 поделить. Ножа нет. Ну, типа, как нет. Качок, качок. Смотрите. Держи. Синее это то, что мы проехали. Вот. А черное это то, что нам осталось. То есть осталось нам совсем чуть-чуть. Вот мы на этом озере сидим, оно каменное называется. Тут примерно заканчивается асфальт вот здесь. А дальше грунт. 53 проехали, еще где-то 10-12 осталось по грунтам. Сидим, отдыхаем. На самом деле, что-то шея болит со спиной. Ну и жопа адски. Вот. И за шею голова начинает болеть. Очень не очень прикольно. Нужно тоже рыть. Опа-на, Гаврилова поляна, ребят. Уже она. Я въезжаю в Волгу. Блин, тут можно полежать, слушай. Офигеть, ребят. Слушай, здесь вообще очень приятное место, ребят. Очень приятное место, реально. Прямо на берегу Волги. Та вот, походу, переправы всякие. Не знаю, на самом деле, есть ли они сюда или нет. Потому что они в Рождество находят туда. Блин, ну это реально очень крутое место. Офигеть. А это Сокский Карьер, что ли? Короче, все. Полнейший чил. Надо дышать, отдыхать. И набираться сил перед вот такой вот козьей тропой. Вдоль Волги. Так, очередной. Балдеж закончен. Надо ехать 9 километров в пути. Козьими какими-то там тропами. Непонятными. Короче, ребят, нам или в подъемчик или туда? Но мне кажется, туда лучше. Да, ребят. С моим седлом здесь, конечно, не в кайф. Но мне все равно нравится. Фу, может. Хотелось сыра или молока. Может и того, и другого. Такая дорога намного интереснее, да? Чем по сухому месту. Два удовольствия в одном. Тут много протекторов от велосипеда. Я думаю, мы на правильном пути. Наверное. Так, информация какая? Мы проехали 60 километров. И остается у нас целых 5. Что-то даже не верится. Там была гора Горблюд. Там у нас скалолазы тренируются. Но мы, конечно же, туда не пойдем. Так, поехали. Наверх. Да. Переключайся, дурак. Дурак. Блин, ребят, козьи тропы. Офигеть, что такое? Нам точно туда? Короче, ребят, настоящие герои всегда идут в обход. Не, тут бы я не съехал, Ром. Слушай, прикольная каменная секция. Слушай, прикольная каменная секция. Вот это местечко. Вот это да. И вниз, конечно, улетать совсем. Не хочет. А тянет. А тянет ребятушки. Так, давайте я Рома подожду и пущу его вперед. Куда-то он пропал. Давайте я вам покажу пока, что у нас внизу. Смотрите. Типа. Ну, внизу обрывчик такой. Метрат 4. 3. Крутая дорога, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знаете, хочется проехать и еще раз, конечно же. Но уже надо домой. Интересно, тут часто люди падали, нет? Уже вижу тормозные следы не туда. Ой-ой-ой, там высоко. Как там высоко? Клонят налево, направо. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у. 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 Блин. Жесть. Ребят, вот это вот место, это просто что-то с чем-то. Это, блин, это место отыгрывает все вот эти страдания, которые сегодня были за седла там, или за чего еще. Это реально круто. И прям адреналинчик так пуп-пуп-пуп-пуп-пуп-пуп. И почему-то психологиями какая-то неправильная меня все время тянет в овраг. Не знаю. Это очень странно. Но Роман, конечно же, у нас продристался где-то. Угу. Ну, смотрите. Вниз туда вот. Очень страшно падать. Вообще, это вот настоящий трейл, грубо говоря. Прям реальный. Как бы не улететь, Роман. Ай. Сорян за мать, ребят, но очень страшно. О-о-о. Интересная секция. Э-э-э-э. Так, что, опять ждать, что ли? Ой, Рома, Рома, Рома. Секция. Запорол. Блин, какой он офигенный. О-о-о. Тут техничная часть такая, очень дико техничная. Я вот такого нигде больше не видел. Тут, мне кажется, надо руками. Тут такие корни, Рома. Ага. Фу. Развилка. Ты сам тут выбрал. Каменный завал офигенный. О-о-о-о-о. Ребят, у меня много было сегодня асфальта. Много скучного грунта. И поэтому я сейчас буду отрываться и записывать вообще абсолютно все. Ну ты слон. Ух ты, блин. Интересно. Слушай, места вообще огонь, да? Места огонь. Ух ты, блин. Места огонь. Ух ты, блин. Места огонь. Места огонь. Месту. Ага. Месту. Вот ребятки мои Вернулись в Шаряй Теперь надо машину найти Красную такую, знаете? Всё ребят, 65 километров 65 километров Ребятки, мы уже в городе Мы проехали сегодня 66 километров На двух диадок На кураке с орехом И банке с орден с овощами Вот Так что Я надеюсь будет Интересно Я надеюсь Я надеюсь Я надеюсь Я надеюсь Ну вот Тихо Кэр Нажимай Ну а